1, 2, 3, 4. Кто самый лучший рэпер в мире? Здравствуйте! В эфире очередной выпуск Задьбы Ньюз, который, несмотря на неважный прогноз погоды на майские праздники, которые, в свою очередь, немножко напрягают наших соотечественников, все равно выходит каждую пятницу на 51-м канале и без перерывов на выходные на Ютубе. Ой! Велика сила телевидения! Очень удобно взять и наладить погоду в отдельно взятой студии. На этой неделе продолжается кипение разнообразных субстанций вокруг перехода на Слобожанском проспекте. С одной стороны, все уже как бы работает. Люди могут через проспект ходить. С другой стороны, общественники продолжают напрягаться. Ну, дескать, если вы без велосипеда, детской коляски или, например, не инвалид, то все неплохо. А во всех остальных случаях вас ожидают страшнейшие мучения. Дают разнообразные пресс-конференции, засекают время и вообще говорят, что вся эта затея с переходом себя не оправдает, потому что пробки как были, так и будут, только переместятся ближе к центру. В понедельник, кстати говоря, на наземной части перехода, которая теперь длится всего-навсего 35 секунд, сбили первого человека. Это был пенсионер, он благополучно уехал в больницу на скорой. Короче говоря, заруба в сухом остатке сводится к тому, что как бы нужен лифт. Чиновники говорят, денег на лифт пока месть нет, а общественники говорят, ну за кого вы нас принимаете? Хотя бы светофор не трогайте, будет у людей выбор. 26 апреля отмечали день памяти погибшим в катастрофе на Чернобыльской АЭС. И мемориал сделали. И сделали в том мемориале несколько ошибок. Че тут комментировать? Ошибки высечены в граните. Это прекрасно. 20 апреля подвели итоги тендерения перевозки чиновников облсовета. В этом году собираются потратить на перевозку членовозами членов облсовета 2 миллиона 400 тысяч гривен. Вроде бы на 500 тысяч гривен меньше, чем в прошлом году, но, скорее всего, будут до закупки. Автомашины куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялт. 21 апреля мэр назначил нового директора КП АТУ, то есть административно-технического управления. Того самого управления, которое вовсю занимается доходами с городской рекламы. Но, что удивительно, старый директор КП АТУ позиции не сдаёт. Забаррикадировался в кабинете и никого не пущает. Шала! Открывай! Дверь закрыта, предприятие. Кто же теперь рулит всеми билбордами Днепропетровска, пока мести ещё неизвестно. Принципиально новая программа освещения городских улиц была презентована на этой неделе. Вот что рассказал директор КП «Горсвет» господин Старовойтов. Берём 3 года, 519 миллионов гривен и получаем 22 тысячи новых светильников. Ну-ка, достанем калькулятор. Стандартный 8-разрядный калькулятор сумма 519 миллионов не влазит. Но, если точно посчитать, получается, один светильник встанет городу примерно в 23 тысячи гривен. Сколько? 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 Поскольку города таких денег нету, будут привлекать инвесторов. А, не, ну это примерная цена, конечно, да. Так или иначе, вокруг этой программы, по ощущениям Забебы, будет происходить много интересного в ближайшее время. А ситуации на дорогах. 850 сотрудников обл.автодора пришли с пикетом под обл.госадминистрацию и казначейство. Там ситуация такая. Говорят, им 5 месяцев не платят зарплату. История началась ещё во время строительства объездной. Тогда с подрядчиками не рассчитались, и вот сейчас аукнулось. Резонный вопрос занимает Забебу Ньюз. А им 5 месяцев зарплату не платят. А дорог-то вроде бы значительно дольше нет. Полиции сообщают, что в области как бы вообще сплошные грунтовки и направления. Это, конечно, высшее достижение наших местных органов власти. Как они это делают? Ну и на сладко любимая тема Забебы Ньюз. Горсовет. Сессия-сессия, депутатам весело. Пересмотрели бюджет. Теперь 120 миллионов гривен в парке не вбабахают. Как говорится, не рубля в туалет. Напомним, ранее собирались примерно на 5 миллионов гривен туалетом построить. Зато 25 миллионов гривен собираются потратить на помощь атошникам, реконструкцию школ и строительство новой канализации. Не в туалеты, так в канарку. Тема номер 2. Это зашквар вокруг Прозорро. Мэрия говорит, а давайте до 1 июня действие закона о закупках через Прозорро отменим. А то если мы через Прозорро, мол, все покупать будем, так белые мухи летать начнут, а мы в городе порядков не наведем. Через Прозорро закупок должно было осуществиться примерно на 700 миллионов гривен. Именно столько закупок они хотят осуществить в мае. 23 миллиона гривен в день. А противники отмены закупок через Прозорро и говорят им, так это вы себе специально коррупционное окно вырубываете. А заммера Лысенко им и говорит, мол, попробуйте-ка вы, например, купите через Прозорро, ну хотя бы клапаны для саксофона. Куда ж мы без клапанов для саксофона-то? Лысенко, если что, командует ЖКХ. Интересно, что он этими клапанами клапанирует? Так, давайте соберемся. Тема номер 3. Появление у мэра зама номер 7. Злые языки шутят, что эта система замов называется ЗАМОНЕДЕЛЬКА. А Владимир Миллер тем временем будет замом по финансам. Ну и самая интересная новость недели. Как известно, идут разговоры о том, чтобы реинкарнировать, перезапустить систему троллейбусного сообщения из центра на Коммунар Красный Камень Парус, а также на Сокол. Только чтобы это получилось, нужно построить целую кучу контактных опор. Это стоит немалых денег. И вот чиновники придумали купить троллейбусов на батарейках. Часть пути троллейбусы будут ездить по контактной сети, а часть доезжать на собственном ходу. Разница в цене между обычными и батарейными троллейбусами составляет 4 миллиона против 6. И это были все новости этой недели. Забеба Ньюз продолжает пристальнейшим образом следить за городскими событиями и емко информировать вас о них. Оставайтесь с нами, демонстрируйте активную гражданскую позицию. И если хотите, 1 мая приходите к Коперному. Говорят, там коммунисты будут драться с патриотами. Мы точно сходим и посмотрим. До новых встреч. И розыгрыш! Редактор субтитров А.Семкин В этот раз мы разыграем шикарный мобильник. Что для этого нужно? Очень просто! Достаточно оставить комментарий, подписаться на наш видеообложек в Ютубе и нажать на кнопку лайк. Три простых шага к качественной, но не половой связи. Че ты сидишь? Жми давай! Всем привет! Это была Забеба Ньюз. Фу, мы гранили как-то, да? Разбираемся, пацаны. Это была Забеба Ньюз. Фу, мы все же поняли. Фу. 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 Фу.